Пап за аминум, приветствую. Здрасте. Удачного потока? Вопрос, что стало с бабушкой после легендарного врыва на стримчике? Жива, цела. Все хорошо? Еще ждем удачный касс сегодня. Я не могу понять, чего ты у меня спрашиваешь про моих родственников? Какой целью? Типа, что стало, что с ней должно было стать из-за того, что она появилась на стриме у меня? Что с ней должно было по этому поводу стать? Короче, мне не очень нравится твой вопрос, я не знаю, потому что что-то нечисто. Вопрос про врыв без пап. Just interesting. Но это было легендарно. Легендарно? Почему это было легендарно? Что там легендарно было? В те времена у моей бабушки были ключи от квартиры просто. Она мне звонила, но у меня был телефон отключен, как зачастую бывает на стриме. Типа, ну я должен был выйти и забрать картошку вроде, если я не ошибаюсь. У меня, очевидно, был телефон отключен, я не знал. Бывает. Мог ли бы ты дать микрогайп в рацион? Чем завтракаешь, слежь, обедаешь, слежь, ужинаешь. Как считаешь, насколько рацион важен в поддержании здоровья? Лол, ты издеваешься или что? Насколько рацион важен в поддержании здоровья? Что, блядь, на сто процентов? Тебе любой врач, любой врач, наверное, маломальский, который хочет что-нибудь понимает, скажет, что твое здоровье, твой организм состоит из того, что ты употребляешь. В какой-то степени, да? Или в большинстве. Я могу сказать одно. Я старался всю жизнь избегать разных вредных вещей. Дропать их. В подростковом возрасте я дропал всякие мивину, там, да, что еще. Блин, сухарики такие вот соленые, чипсы. Причем самое такое вот забавное, что я заметил за собой, когда ты понимаешь, когда ты осознаешь, насколько еда вредная, она становится мерзкой и противной. Ты понимаешь, насколько она, ну, типа, хуевая, и она уже на вкус, ну, все, тебе уже ее не хочется. Если просто осознать в своей голове, насколько это хуево, вот эти всякие там чипсы, сухарики какие-то соленые и прочее говно, то тебе уже не захочется это есть и отравляет свой организм и свою жизнь. Но вообще говорят, что нужно употреблять меньше сахара, меньше соли. Я пытался уменьшить количество сахара потребляемого, но у меня не получается. Вот только недавно я закупал себе последнюю неделю такие печенюшки, называются снежки небольшие. Они, короче, все в сахарной пудре, они супер, сука, вредные. Я поел их буквально дней пять, и я каждый раз, когда ел их, я осознал, насколько это супер вредно. Последнюю пачку этих снежков, у меня была почти полная пачка, вернее, прямо сейчас есть. Я ее выкинул в мусорку. Она у меня прямо сейчас в мусорке лежит. Я могу пойти из мусорки, достать, принести и показать вам, что я имею в виду. Эти вот маленькие печеньки, снежки. Я выкинул пачку в мусорку целую, потому что, ну, я себя заставил это сделать, чтобы я их не ел. Потому что их буду просто бесконечно есть и вредить себе. То есть, даже несмотря на то, что я пытаюсь дробовать всякую хуйню, я не время от времени даю слабину. А давать гайд на питание, ну, блин, в любом случае, ты должен есть то, что тебе нравится, понимаешь? В любом случае. Иначе есть, по большому счету, вредно. Это главный гайд. Ешь то, что тебе нравится, но при этом, ну, как бы обдумывая то, что ты ешь, ты должен понимать, да, когда ты какую-то хуйню ешь. Не бывает такого, чтобы какая-то хуйня была прям супер вкусная и от нее нельзя отказаться. Такого не бывает. Вот серьезно, такого быть не может. Потому что, ну, если оно вредно, то твой организм будет замечать, и ты это будешь замечать. Ну, как бы, если ты просто об этом подумаешь, ты поймешь, что тебе этого есть не надо. Тебе будет противно это есть. А так я уже рассказывал, что у меня ограниченный рацион. Я ем там каши рисовые, гречневые, с мясом. Мясо, собственно, ем там печеное, например. Чарыбу бывает иногда ем. Лосось конкретно. Семгу жареную. И картошку ем. Так, сейчас принесу эту хуйню, о которой я говорил. Сек. Не принесу, я уже выкинул. Мусор выносил, я забыл. Сейчас попробую загуглить. Вот это вот говнище, вот это вот, походу-то оно, да. Бляда, это оно, короче. Вот это вот дерьмо я ел последнюю неделю, чуть, блядь, не сдох от него. Оно буквально все в сахарной пудре. И прикиньте, я его ел с чаем почти неделю, блядь. И вот последнюю пачку я выкинул в мусорку. Я с него уже вынес мусор, но я забыл об этом почему-то. Почти всю пачку выкинул, чтобы не есть. Чисто, блядь. Сделал волевое решение. Такого дерьмища, блядь, неделю ел подряд. Хотя казалось бы, я стараюсь, ну, зожить. Давно не ел, типа год плюс, два года даже плюс, вообще не пробовал эту хуйню. И купил себе пачку и было по кайфу с чаем поесть. Неделю подряд в итоге ел. Ну, пиздец, блядь. Когда ты понимаешь, когда ты задумываешься об этом, когда ты вот кусаешь уже, ты понимаешь, насколько это вредно, ебать! И еще после этого печенья, когда ты его поел там на протяжении дня, у тебя в конце дня на зубах, вот так если провести ногтем по зубам, вот так вот, и у тебя на пальце будет тупо слой налета. Просто слой налета, понимаете? Это вообще пиздец, нахуй. Это какой-то пиздец. Просто на дуночах плюс говно еду, чё? На хуй вообще такое жрать. А перед дуночах? На дауночах. Рафлан поминки пипианс. Да, кстати, от этой хуйни скорее сдохнешь, да. Оно и вредное, и плюс жир дает, но от него скорее сдохнешь, чем потолстеешь, мне кажется. Потому что, ну, быстрее сдохнешь. Это правда, но, блядь... Ну, поел на протяжении недели. Все, зожим. Я понимаю, не есть что-то, бекось не нравится, точка, но не жрать что-то. Когда оно нравится? Но относительно минимально вредно. Типа чипсов и сухариков, это дано... Минимально вредно? Ты не бессмертен и умрешь, скорее всего, от генетики. А не чипсов в молодости. Ты не совсем понимаешь, насколько подобная хуйня, если ты ее постоянно ешь, всякие сухарики, чипсы и т.д., насколько оно сильно влияет на твою дальнейшую жизнь. Если постоянно питаться такого типа пищей, то есть не только сухарики и чипсы, это же все сразу, понимаешь? Оно все тут друг на друга накладывается. Представь человека, который одновременно, одновременно ест сухарики, пить фанту либо кока-колу, жрать ми-вину, допустим, какую-то, да, вместо нормальной вермишели. Еще, допустим, добавить сюда курение или алкоголь. Вдобавок. А потом сказать типа, а нет, ты на самом деле все равно там от генетики умрешь. Так никто не говорит, что ты прям от этого моментально откинешься. Просто если это постоянно все в комбинации употреблять, твой организм это просто, блядь, ну... Ты сгноишь свой организм, грубо говоря. А то все по чуть-чуть накапливается. Понятно, что генетика решает больше всего. Всегда и везде. Нет ничего важнее генетики. То есть нет ничего важнее параметра удачи. А зачем жрать это все по КД? Блядь, даже вода в больших количествах убивает. Я не про радикальные кейсы, а про то, что оказывается полностью удалось. Балование себя чипсами. Фанты изредка никак не повлияют на твою жизнь. Я тебя уверял. Чел, я это знаю, то, что если изредка, если знать по всем меру, то это не повлияет. Поэтому я иногда и покупаю такое дерьмо, типа белоснежки. Почему я потом вообще ее купил изначально? Потому что я знал, что если я разок куплю себе пачку белоснежки, то мне нихуя не будет. Но я ее ел неделю подряд. Я уже начинал чувствовать, как мне хуевать не становится. Я даже начинал чувствовать, как у меня становится хуже настроение, потому что я пять дней подряд в себя вкидываю в просто нереальное количество сахара. Это как раз влияет на мораль, мотивацию и настроение. Чем больше ты сахара употребляешь, тем у тебя меньше морали, по большому счету. Тем больше ты на унылочих, короче. Витек, привет. У меня нету ни одного презерватива. У меня нету ни одного презерватива. Я в жизни ни одного презерватива не использовал, если не ошибаюсь. Да, по-моему, да. Я когда-то, ну, скажем так, держал в руках, очевидно, презервативы надевал, но это настолько мерзко. Фу, блядь, как вспомнил, аж противно становится. Я не любитель такого. Короче, ну, мне это уникальное, блядь, используем. Презерватив. Презерватива, это мерзко. Фу, блядь. Чё ты меня ведьком назвал? Иди, блядь, иди, блядь, знаешь, куда? Папань, загадка. Ты участвуешь в гонке. Едите по скоростной трассе. У тебя топовейшая тачанка с форсированными двигателем, но твои конкуренты тоже не грилочи. Вопрос. Если ты обгонишь третьего в гонке, то каким ты станешь? Стоп, чё за? Так, подожди, стоп, 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 стоп. Блядь, я ненавижу загадки, тем более, которые кажутся простыми. Давай подумаем, хорошо. А какая разница, как у меня тачка? Не понял, на что это влияет. Если ты обгонишь третьего в гонке, то каким ты станешь? Если я обгоняю третьего, то я стою третьим? Разве нет? Не понял, к чему вот это вот всё? Блядь, я ненавижу эти загадки простые. Там, по-любому, какая-то подъёбка, типа, в условиях, о которой я не догадываюсь. Поэтому суть таких загадок дурацких. Чтобы как-то подъебать, чёло. Ещё загадка. Озеро заполняется лилиями. Каждый день их становится в два раза больше, чем в прошлый. Сука. Озеро полностью заполнилось за 20 дней. В какой день оно заполнено наполовину? Блядь, какого? Я не хочу догадывать загадки. Так, подожди. Важно ли, чем оно заполняется? Опять это какая-то подстава, да? К чему это вообще? Если это не имеет никакого отношения к задаче. Какая нахуй разница, чем заполняется озеро? Лилиями, блядь, или залупами? Чего разница? Где-то разница. Хорошо. Каждый раз их становится в два раза больше, чем в прошлом. Давай начнём с озера. Есть одна лилия. На следующий день стало две лилии. На следующий четыре. На следующий восемь. Потом шестнадцать. Тридцать два. Шестьдесят четыре. Сто двадцать восемь. Двадцать шесть. Пятьсот двенадцать. Это сколько дней? Блядь, я не могу посчитать. Тысяча двадцать четыре. Двадцать четыре. Четыреты четырех. Тридцать девяносто шесть. Восемь тысяч сто. Блядь, я уже запутался. Сто девяносто два или сколько? Чего еще не важно. Суть в том, что дохуя. Что-то не так. Должно быть простое решение. Если эту загадку задают рандомному человеку. Очевидно, рандомный человек не в состоянии посчитать... Ну, короче, умножить двадцать раз число на себя. То есть один, два, четыре, восемь и так далее. Бесконечно. На два умножать. Двадцать раз подряд ты не можешь в голове это сделать. Обычный человек такого не может сделать. Значит, это никак не связано. Но если, допустим, предположить... Подожди, какой день оно заполнено наполовину? Подожди, 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 подожди. Оно должно быть заполнено наполовину. Если двадцатый день это последний день, значит, предыдущий день должно быть в два раза меньше. А, так, получается, заполнено наполовину в девятнадцатый день? Загадка для девяти класса. Шел Иван в Москву, зашел на мельницу. Там четыре окошка, на каждом окошке по четыре кошки. Блядь, я не хочу. У каждой кошки по 4 котенка, а у каждого котенка по 4 мыши. Вот это вот вообще, это наебалово, уже задавали загадку про ноги, блядь, вот это наебалово ебаная, типа у кошек лапы, то есть сейчас ты потом выстрелишь, что там нету ног или что, когда я начну считать, правильно? Потому что типа у кошек лапы, типа, короче, здесь по идее ответ, на 19 день она заполнена наполовину, если она заполнилась полностью за 20 дней, по идее так должно быть, блядь, это ж только так может быть, это только может быть, что, ну да, как иначе, 19 день должно быть наполовину, это достаточно просто, да, хули так долго думал вопрос, быстрее решается, это моментально решается, я думал минут 5, не, ну это в моем стиле подумаем 5 минут, когда решение моментальное, скажите спасибо, что не 55, загадку про котиков я не буду, я помню, я разгадывал такую хуйню, ну типа считал, а потом мне сказали, а там типа то ноги, а то, блядь, не ноги, а то копыта, блядь, а то лапы, а я в ответ, да иди туда нахуй, так что про котов скипаем, что это за штука у вас, вам не страшно? Если бы вы увидели в реале такую штуку, вы бы, короче, засунули палец в ее АОЕ, чисто так проверить, а что будет, если в АОЕ засунуть, палец протестить. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры создавал DimaTorzok